Спасибо большое. Разрешите от всей души выразить свою благодарность за возможность принять участие в таком замечательном форуме. И в продолжение предыдущего доклада, в чем же состоит клиническая прогностическая роль и резидуальная опухоль? Ну, как вы уже поняли, неодевантная системная терапия – это самый быстрый, эффективный, доказательный способ определения чувствительности к карциному, проведенному лечению. У нас есть конкретная больная, у нас есть конкретная опухоль, конкретная схема лечения и очень короткий период времени, в течение которого мы можем оценить, у конкретно данной больной эффективна ли данная терапия или нет. И помимо того, что мы можем сократить лечение локорегинарное, выполнить радикальную операцию пациенток с первичными неоперабельными опухолями, мы преследуем такую глобальную цель, как достижение полного патоморфоза, потому что именно это коррелирует с дальнейшей судьбой пациентки. По дороге осуществляем несколько задач, делаем, да, элиминируем микрометастазы, снижаем биологическую агрессивность опухоли. Нам кажется, что на этом мы закончили. На самом деле, все самое интересное только начинается. Потому что у тех пациенток, у которых не достигнут полный патоморфоз, мы можем оценить прогноз гетерогенности опухолевого клона и провести селекцию для так называемой постнеодевантной лекарственной терапии. Раньше мы считали, что у нас есть два вида лечения. Лечение после радикальной операции одевантной, либо это лечение, проведенное в том же самом объеме перед операцией. И возникает вопрос, а какое лечение лучше. Диспуты идут до сих пор. Год назад был представлен очень крупный метаанализ с включением 10 рандомизированных исследований почти 5000 больных, из которого мы узнали, что после неодевантного лечения частота органосохраняющих операций на 16% больше, ценой больше частоты локальных рецидивов. За 15 лет частота плюс 6% почти. Но 15-летняя частота одоленных метастазов, смертей, смертей от рака абсолютно одинакова у больных, которые получали неодевантную терапию, по сравнению с теми больными, которые получали одевантную терапию. И, наверное, можно поставить точку, но в этом метаанализе, если мы посмотрим, это историческая когорта, которая закончила лечение в 2002 году. Большинство пациентов не получали токсаны, а только антрациклины, не учитывался HER2-статус, не определялся биологический потип, соответственно, не использовалась таргетная терапия. И, наконец, опухоли не маркировались перед началом неодевантной терапии, что и можно объяснить такую высокую долю локальных рецидивов. Поэтому окончательно точку все-таки этим метаанализом ставить, наверное, не нужно. Если мы просто перенесем все циклы химиотерапии на предоперационный этап, то, конечно, по большому счету ничего не изменится, потому что это просто математический перенос. А если мы изучим остаточную опухоль и попробуем что-то переломить в судьбе пациентки, назначить дополнительное лечение вот тут, в этом, конечно, и кроется весь бенефит нашей сегодняшней терапии. И эта идея сначала была тестирована на тройном негативном раке. Почему? Потому что мы знаем, что у больных, не достигших полного морфологического ответа, прогноз плохой. Раньше, что мы делали, мы просто наблюдали за этими больными, ждали рецидива, ничего не делая. А теперь, имея доказательную базу, что дополнительная терапия капицитабина может существенно улучшить прогноз, снизить риск рецидива и смерти. У больных, для всей когорты это 30 и 41%, для больных с тройным негативным раком это 42 и 48%. Мы можем перевести эту группу неблагоприятного прогноза в группу благоприятного прогноза. Такова идея, собственно, для HER2 положительного рака, чем он хуже. Если мы проводим все лечение, включая двойную таргетную блокаду на предоперационном этапе, имеем резидуальную опухоль, мы понимаем, что наше лечение неэффективно. Зачем же мы его дальше продолжаем? Понимая, что у этой пациентки будет плохой прогноз, может сразу изменить лечение и тем самым перевести этот неблагоприятный прогноз в благоприятный. Но как мы смотрим на резидуальную опухоль сегодня? Мы понимаем, что где-то нас ждет засада, да, а где именно мы не понимаем, что определять, как определять, что оценивать и как на это реагировать. На самом деле, ответ опухоль на лечение вы можете оценить двумя способами. Первое – это, собственно, оценить степень лекарственного патоморфоза. И второе – все-таки задуматься и оценить ответ опухоли на терапию в виде остаточной опухолевой нагрузки. Чем отличаются две эти системы? Оценка лекарственного патоморфоза – это количественная и качественная оценка опухолевых потерь. То есть мы говорим, что 20, 30, 50, 100% опухоли разрушено. И разрушены, например, там дистрофические изменения. Но мы не понимаем, что осталось в той самой оставшейся части опухоли. Что с этой опухоли? А вот это как раз система оценивает системы RCB. И дальше нам морфологи расскажут, как это правильно делать. Несколько критериев, которые вводятся в систему в онлайн-калькулятор. После оценки вам выдают ответ, в соответствии с которым мы можем уже реально рассчитывать на прогноз заболевания. Как это на практике происходит? Хирург удаляет опухоль, относит в морфологическую лабораторию. Морфолог красит края резекции, переворачивает молочную железу. Железа нарезается ломтиками, помещается на противень. И дальше этот противень помещается в рентгенологическую камеру. Зачем это нужно? Для того, чтобы определить, где именно опухолевый узел, когда он есть или где он был. Для того, чтобы вырезать прицельную эту зону, измерить размер опухолевого ложа, поместить в кассету и далее выполнить все те шаги морфологического исследования, какие необходимы. Это если у нас опухоль есть. А если очень хорошо полетели мы пациентку, у нас остаточной опухоли нет, у нас полный патоморфоз. Ищет бедный морфолог, ищет опухоль, ищет и ничего не находит. Как он может оценить, где была опухоль? Хорошо, если хирург умный и благоразумный, заранее поставил метку в опухоль. И тем самым помог морфологу эту зону визуализировать. Для того, чтобы точечно, супертаргетно нам сказать ответ на лечение и измерить все необходимые характеристики для системы RCB. Но если этого не происходит, сама оценка по системе RCB, она, собственно, и невозможна. Поэтому настоятельно призываю вас маркировать опухоли, как мы это делаем достаточно давно. Уже, например, у пациентки два мультифокальных очага в молочной железе и пораженный лимфатический узел. Все отмаркированы лимфатические узелы, два узла. И после лечения мы видим только метку в оставшемся лимфатическом узле с полным ответом. Полный ответ в одном из узлей. Благодаря наличию метки мы смогли это доказать. И третий узел, который можно оценить, собственно, по уже системе RCB, потому что есть остаточная опухолевая нагрузка. Прогноз заболевания напрямую зависит. И Федея сказала, что система RCB – это единственная прогностическая предсказательная система для оценки риска рецидива. Потому что действительно у пациенток, у которых RCB 0, то есть нет остаточной опухолевой нагрузки, замечательный прогноз. А вот все оставшиеся кривые – это то, что мы называли раньше неполным ответом. Посмотрите, какие они разные кривые. RCB 1, RCB 2 и RCB 3. Особенно, когда речь идет об RCB 3. То есть массивная опухолевая нагрузка. И мы видим очень высокий риск рецидива фактически у каждой третьей пациентки в ближайшие два года после нашего лечения. А чем, собственно, обусловливается неполный ответ опухоли? На самом деле причин много. Это может быть неоптимальное лечение. Это может быть гетерогенность опухолевой популяции, либо резистентность стандартной таргетной терапии. Оптимальность терапии зависит для больных с HER2 положительным раком от полноты блокады и длительности анти-HER2 блокады. Потому что еще в первых исследованиях, когда мы говорили о 10 циклах химиотерапии, но всего введения тростозумаба, это исследование NOAH. И в дальнейшем это 4 цикла всего химиотерапии, но двойная таргетная блокада, частота полных патоморфозов молочных железей в лимфоузлах абсолютно одинакова. Таким образом, мы можем, усилив анти-HER2 терапию, избежать излишней токсичности, уменьшить цитостатическое лечение. Но если вы все циклы химиотерапии перенесете на предоперационный этап, мы видим очень высокую частоту полных патоморфозов на уровне 55-65%. А если это будут продленные режимы, как в голландском исследовании TRAIN-2, когда больным давали 9 циклов химиотерапии в параллельно с двойной блокадой, то уровень полных патоморфозов просто высочайший в первичной опухоли, в молочной железе. Причина неполного ответа может крыться в стартовой гетерогенности опухоли. Вы можете применять самую оптимальную схему лечения, включая двойную таргетную блокаду. Несмотря на это, опухоль может не ответить за счет того, что в опухоли может наблюдаться второй независимый клон, который изначально стартово уже существует. И понятно, что наша химиотерапия будет таргетно воздействовать на чувствительный клон опухоли. И тем самым освобождается ниша, выбивается клон опухоли, который нечувствительен к данному лечению. И вот вопрос опухолевой селекции под воздействием лекарственной терапии в последнее время очень интенсивно изучается. И за последний год было несколько потрясающих докладов. Один из них был представлен как раз в этом году на конференции в Сангалине, когда было показано, что молекулярно-генетическое строение опухоли до начала таргетной терапии, и после ее окончания очень сильно отличается истинная доля HER2-инрич опухоли до начала лекарственной терапии 41%, а в оставшейся части всего 16% в оставшейся опухоли. А все остальное уже не HER2-инрич подтип. И возникает вопрос, а нужно ли этим больным дальше продолжать анти-HER2 терапию, если якобы мы разрушили этот клон опухоли чувствительной, а дальше остаются только клетки нечувствительные. И ответом может служить очень интересное исследование Т2 независимых исследований, показавшее одинаковые результаты. Брали опухолевую культуру HER2-положительных клеток, капали в нее либо тростозумаб, либо тростозумаб-апертозумаб, и затем оставшиеся опухолевые клетки снова анализировали. Это все делали на основании панели PAM50, то есть молекулярно-генетическое тестирование. Оказалось, что в резидуальной опухолевой клетке были не HER2-инрич подтип, а HER2-инрич подтип, и они останавливали капать тростозумаб. Ровно через 72 часа опухоль снова становилась HER2-положительной. Что это за феномен? Клеточная пластичность, клеточная селекция или что-то другое. На самом деле я попыталась найти ответ на этот вопрос и нашла очень интересное исследование. Я не знаю, знаете ли вы и знали ли до этого дня. Я, например, не знала до этого исследования, что, оказывается, опухоль заранее готовит для себя запасной генетический аэродром. То есть амплифицированный ген HER2 хранит не только в хромосоме, в 17-й, но и вовне в хромосомных участках, так называемый дабл-минит. И на самом деле внутри 17-й хромосомы амплифицированный ген хранится только у 50% больных с HER2-положительным раком. А у 50% хранится либо и там, и там, и либо только вовне в хромосомных фрагментах. Отвечают на лекарственную терапию они одинаково. Степень лекарственного патоморфоза одинаковая при хромосомной, вне хромосомной амплификации гена HER2. Но вот если остается резидуальная опухоль, тут исключаются очень интересные механизмы, потому что при хромосомной амплификации частота амплификации после анти-HER2 терапии при наличии резидуальной опухоли снижается, и дальше эта опухоль может трактоваться как HER2-негативная из-за того, что, естественно, меньше рецептора будет на поверхности, и при рутинном иммуногистохимическом исследовании эта опухоль может оказаться HER2-негативной. А вот во вне хромосомных фрагментах, наоборот, наступает увеличение интенсификации амплификации гена. Опухоль готовит себя к реинкарнации восстановления HER2-положительного сигнального пути на случай ее повреждения. Потрясающе, да. И, наконец, все, что недобито опухоли, может мутировать под действием, недобито химиотерапии может мутировать под действием цитостатической терапии, и может в результате образоваться опухоль, которая имеет генетически одно строение, иммуногистохимически другое строение. Классическим примером является так называемый P50-P95 HER2-рецептор, который, это так называемая укороченная форма рецептора, когда отваливается экстрацеллюлярный домен, и при иммуногистохимическом исследовании эта опухоль будет трактоваться как HER2-негативная, потому что антитело тоже не может присоединиться, и анти-HER2-препараты экстрацеллюлярного действия тростузумат, протузумат действовать на такую опухоль не будут. Но самое противное то, что вот этот вот оставшийся рецептор, трансмембранная часть и внутриклеточный домен постоянно находятся в активизированном состоянии. Их не нужно дополнительно ничем стимулировать, и этот сигнальный путь, он постоянно активирован. Поэтому что реально для практики нам нужно? Когда вы делаете биопсию, вы попадаете через некий клон опухоли, вы пациентку лечите, вы получаете полный патоморфоз. Интересно вам, сколько там клонов было? Да по большому счету нет. Все, опухоль погибла, все клетки. Была там вне хромосомной амплификации, не было ее. Да какая разница? Все равно опухоль погибла. А если у вас остается резидуальная опухоль, вот тут на картине вы можете найти все, что угодно. Вы можете найти тот же самый хир-2 амплифицированный фрагмент опухоли резидуальный, можете найти вообще с потерей хир-2 статуса, можете найти некий клонированный, мутированный. И поэтому информация о остаточной опухоли нам критически важна. И такие исследования начали уже демонстрироваться. В частности, было показано, что вот прогноз больных с отсутствием полного патоморфоза, но эти же больные, когда у них проанализировали наличие сохраненного хир-2 статуса в остаточной опухоли или нет, оказалось, что если хир-2 статус сохраненный, то выживаемость больных даже с остаточной опухоли очень высока. Если же она не сохранена, почему-то хир-2 статус и амплификация гена, в этой ситуации прогноз значимо хуже. И хочется закончить словами Эрика Винера, который на конференции в Сан-Галлине сказал, что мы очень долго молились на полный патоморфоз, пора прекратить это делать. Потому что вся дальнейшая судьба пациентки, весь этот ключик к ее судьбе находится в руках фактически морфолога, который нам дальше расскажет, как правильно нужно анализировать, потому что от того, какой ответ вам дадут и какая опухоль будет построение, в будущем будет зависеть весь тот наш лечебный план, который мы пациентке сможем предложить. Спасибо большое.